Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем очередной вебинар проекта Директ Академия. Сегодня четверг и у нас книги копите, потом их создадите. Мы переходим к нашей сегодняшней теме. Навеяна она была вопросами участников. Очень часто на вебинарах задают один и тот же вопрос, а что почитать по теме, а что почитать по психологии, педагогике, по тренерской деятельности, по составлению игр, по презентациям, видео и прочему. Ну вот родилась такая идея нового цикла. Это первый вебинар такой пробный, поэтому мы сегодня смотрим. Если понравится, в конце я вас попрошу дать обратную связь, скажу, где это сделать и как. И, возможно, мы такую серию с вами проведем. Но пока планируется серия из двух-трех вебинаров по различным темам. И сегодня мы затрагиваем вот такую тему, что есть... Ну и в первую очередь, конечно же, это знакомство с тем контентом, который есть в электронной библиотечной системе университетской библиотеки онлайн. Да, конечно же, в первую очередь это для наших дорогих подписчиков, для тех, кто пользуется университетской библиотекой. Ну и для тех, кто пока еще не в наших рядах. Это тоже будет полезно, потому что разговор все-таки будет идти. И про книги в том числе в первую очередь. Сегодня мы посмотрим книги для всех, кто разрабатывает, создает презентации, учебные видео, использует веб-технологии. И, конечно, иногда возникает желание, и такая острая иногда потребность, не только опираться на вебинары. У нас очень много вебинаров, кстати, по этой теме проходит. Марина Орешко, Анастасия Пахарукова. Очень много про презентации, про инструменты, про сервисы, про ресурсы. Вот, пожалуйста, этих авторов берите на заметку их вебинары. И вот все новинки, все технические, технологические моменты они на своих вебинарах разбирают. Но есть... Да, по видеоконтенту рекомендую вебинары еще Павла Юрьевича Калиникова. Но как бы это еще подкрепить книгами? А что есть по этой теме? Вот с этим таким небольшим обзором мы сегодня и займемся. Что есть в университетской библиотеке онлайн, что мы можем найти и чем можем воспользоваться. Сразу хочу вам сказать такую вещь. Почему три хита? Ну, изначально идея была, что рассматриваем три книги. На самом деле у меня это, как всегда, не получилось, потому что книг гораздо больше, и о каждой хочется рассказать. Поэтому, ну, и определение хитовости, скажем, это тоже такой немножко субъективный процесс, хотя может основываться и на объективных показателях. Мы сделаем такую хитрую вещь. Как раз попробуем, сегодня первый раз попробую использовать ресурс опроса на новой вебинарной площадке. Поэтому понадобится ваша помощь. В конце встречи мы с вами проведем опрос, и из тех почти семи книг, которые мы более подробно рассмотрим, вы выберите три наиболее интересные уже сами. Сами сформируем вот этот вот список. Конечно, у меня есть свое представление, что для меня является наиболее интересным, как для пользователя, потому что эта тема тоже для меня актуальна по созданию презентации, но постараюсь не навязывать свое мнение. И сразу с места... Да, и по ходу я еще буду показывать, вам покажу некоторые хитрости. Надеюсь, у меня это получится, запустите рабочий стол. Покажу некоторые хитрости, где, как и что искать, как работать с университетской библиотекой онлайн. Но это уже по ходу. А чтобы не углубляться слишком далеко в предисловие, сразу и перейдем к первой книге, которую мне хотелось бы вам представить. Автор Дмитрий Лазарев. Корпоративная презентация. Как продать идею за 10 слайдов. Обратите внимание, на слайдах, если у вас появляется вот такая зеленая подложка с текстом в доступе коллекции издательства Alpino Digital, это означает, что книга находится в базовой коллекции. Небольшое пояснение. Университетская библиотека онлайн, там есть разные коллекции, есть тематические, есть издательские коллекции, есть базовая академическая коллекция. Когда оформляется подписка на библиотеку, вот эта вот является, она так и называется, поэтому базовая коллекция, что она у вас будет. Поэтому, если у вас есть подписка на университетскую библиотеку онлайн, и вы видите рядом с книжкой вот такой вот значок у меня на слайде, на зеленом фоне в доступе, значит, она есть в базовой коллекции. И помимо этого, эта же книга входит еще в коллекцию издательства Alpino Digital. Это отдельный раздел, то есть она и там, и там. Если на зеленом, мы спокойно ее можем открыть по ссылке, посмотреть и использовать в своей работе. Будет еще одно обозначение, про него чуть позже скажем. Но это все книги, которыми мы можем пользоваться в университетской библиотеке. Если зеленая, то для всех. Если оранжевая, то если только при условии наличия подписки на эту коллекцию. Про что эта книга? Она помогает делать запоминающиеся презентации. В основном, ну, как вы видите из названия, она ориентирована на корпоративных клиентов. Дмитрий Лазарев, он вообще популярный бизнес-тренер, ведущий эксперт по визуальным коммуникациям. И поэтому, естественно, вот этот вот аспект, он нашел свое отражение в книге. Рассматриваются здесь все ключевые вопросы подготовки, проведения презентации. И главная цель – это продажи. Продать продукт, услугу или идею. Хотя, казалось бы, ну, а вот нам, преподавателям, чего мы тут продаем, у нас совершенно другой вид презентации. Ну, в конце концов, мы тоже продаем идею, условно говоря, да, наша задача заинтересовать, вызвать интерес, чтобы потом открыли книгу, прочитали, написали конспект, выполнили задание. Поэтому с этой точки зрения, да, здесь очень много идей, которые можно почерпнуть и использовать, трансформировать их на свой, например, преподавательский опыт. Вот. И плюс автору в том, что он на основе огромного массива зарубежных книг по теме, огромного количества рекомендаций отбирал лучшие и адаптировал их под российскую действительность с учетом нашего особого российского менталитета. Плюс это многолетний собственный опыт, многолетние наблюдения. И таким вот образом была и составлена эта книга. Поэтому здесь многое адаптировано и многое идет из личного опыта. В чем ее плюсы и преимущества? Ну, такой, можно сказать, клад ценных советов для тех, кому вот нужно создавать эффективные презентации. Книга состоит из трех частей. В первой рассматривается, что такое продающая презентация, цели, задачи, как выделиться, когда отличий нет, и все делают одинаково, хорошие, эффективные продающие презентации. Вот как найти свою изюминку. Это вот все в первой части. Вторая часть посвящена вопросам подготовки, как разработать структуру презентации. Кстати, о структуре говорят практически в каждом пособии, в каждой книге, на каждом вебинаре. Это очень важная часть, которую мы иногда, положая руку на сердце, иногда про нее забываем и упускаем. А без этого презентация хорошая не получается. Так вот, структура, проблематизация. Как найти, выявить проблемы целевой аудитории и их отразить, ну, это вот чисто коммерческая вещь, корпоративная, отразить в презентации. Как показать решение. Ну, хотя, в принципе, проблематизацию мы можем и на учебном материале делать. Есть некая проблема с помощью имеющихся знаний, умений, навыков. Мы ее можем решить, предложить решение. То есть это тоже можно обыграть и тоже можно использовать. Интересные, изложены семь основных принципов дизайна слайдов во второй части. Интересно рассмотрен такой пример презентация за три минуты или, как ее называют, еще презентация в лифте. У тренеров это иногда называется еще прием гармошка. Составь тренинг и проведи по какой-то теме, рассчитанной на два дня, а потом сожми его до одного, а потом до четырех часов, а потом до часа, а потом до десяти минут, а потом разверни обратно. И вот когда ты научишься это делать, можно считать, что ты уже состоявшийся тренер. Вот здесь то же самое. Составил презентацию, а теперь ровно то же самое, но за три минуты. Хороший прием, который позволяет избавиться от воды лишнего и ненужного. И еще интересная тема здесь рассмотрена, это слайды и слайдоменты. Коллеги, понятие слайдомент – знакомая вещь. Кто с этим сталкивался, поставьте плюсик. Кто первый раз слышит, поставьте минусик. Или слышали, но не в курсе, что это такое. Ух ты, все. Книгу на заметку, книгу на заметку. Коллеги, это прямо вот для нас, для преподавателей, это вот оно. Очень часто мы делаем не слайды, а мы делаем слайдоменты. Про это сейчас расскажу. Но третья часть книги уже посвящена не подготовке, а выступлениям. Что, как делать во время выступления. Потому что презентация – это не только слайды, это не только сделал красивые картинки и написал текст. Это комплекс. Это и устное выступление, это и поведение спикера, и плюс еще иллюстративный материал, сопровождение. И один из моментов, который здесь рассматривается, ну, помимо всего вот этого, это еще и командная презентация. Вот что интересно в этой книге, он уделяет внимание и командным презентациям. И как на этапе подготовки, так и на этапе реализации, проведения самого выступления. Как это сделать командой, так, чтобы не было потом накладок. И про слайдоменты. Не могу удержаться, все-таки раскрою маленькую тайну. А подробно вы уже в книге сможете посмотреть. Слайдомент – это то, что рождается из желания сэкономить время и в наших попытках, очень часто встречающихся, скрестить ежа с ужом документ со слайдом. В результате мы можем получать полтора часа колючей проволоки, массива текста или визуальной информации, даже если ее визуализировав, но абсолютно нечитаемой, невоспринимаемой. Вот это называется слайдомент. И впервые этот термин применил Гаррел Рейнольдс, автор книги «Презентация в стиле дзен». Кто презентациями занимается, наверняка слышали или читали. И вот есть у него свой авторский блог, посвященный презентациям, и там он впервые этот термин использовал, применил. Слайдомент возникает, когда авторы оказываются перед выбором. Нужно создать слайды, которые и поддерживают наше выступление, и нужные слайды, похожие на документы, чтобы сэкономить время, силы. И распечатали, и вот нам уже готовая раздатка есть, раздаточный материал, да, и можно использовать и до, и во время, и после встречи. И вот здесь главная ошибка, когда мы пытаемся сделать слайды, которые... Один слайд, который подойдет для всего, для всех целей. Используя их как визуализацию, и как самостоятельный раздаточный материал, документ, мы получаем одновременно никуда не годную визуализацию и очень плохие документы. Вот на эту тему, кстати, очень интересно написано в книге у Дмитрия Лазарева. Я сама впервые с этим термином столкнулась у него. И посмотрите еще блог Гара Рейнольдса. Тоже очень рекомендую попутно. Это вот адрес его блога. Он не очень активно его сейчас ведет, но там очень много интереснейшей информации собрано, можно сказать, из первых уст от автора книги «Презентация в стиле дзен». Ну и, как вы знаете, когда пишется книга, очень часто авторы сначала какие-то идеи апробируют в своих блогах, на сайтах, а потом уже это в переработанном виде ложится в книгу. Поэтому здесь вот таких материалов очень много. Это себе в копилочку, дополнительный источник к книжным. И очень подробно здесь же в этой книге Дмитрий Лазарев разбирает семь основных принципов дизайна слайда. На самом деле их гораздо больше, но он останавливается только на семе. Не просто перечисляет, но и подробно рассматривает каждый из них с примерами, с историями и с тем, что же делать. Ну, вот такая вот у нас первая книга, которую очень рекомендую посмотреть. Вот вам, пожалуйста, кстати, иллюстрации из этой книги, пример слайдомента. Вроде бы все визуализировано, но мы получаем хорошенький такой слайд, на котором мало что можно понять. Вот не хватает нам сейчас Анастасии Игоревны Пахоруковой, которая объяснила бы нам, что здесь не так и как нужно было бы сделать правильно, с помощью каких инструментов. Ну, вот это вот тоже слайдомент. Это тоже не очень... Знаете, их еще называют тарелка спагетти, когда все намешано, и разобраться очень сложно. Однажды такую тарелку спагетти показали командующему американских войск в Афганистане, когда пытались рассказать стратегию действий в борьбе с террористами, после чего он, посмотрев эту презентацию, которая состояла примерно из таких же слайдов, сказал, что да, после этой презентации я понял, мы не только никогда не победим, мы никогда из этой войны вообще не уйдем. Настолько все запутано. Вот что, как не допускать этого, у Дмитрия Лазарева как раз очень хорошо в книге разобрано. И еще несколько интересных моментов. В книге, в презентациях я их вам тоже перечисляю. Он дает три элемента эффективной презентации. Что делать с раздаточным материалом? Надо, не надо. Особенно, когда мы очные презентации проводим. Это будет привлекать внимание или наоборот отвлекать от презентации. Что, как, когда использовать. Прям целая табличка у него есть. Распечатка, ноутбук, проектор в зависимости от разных условий. И очень внимание сильно уделено структуре презентации. Тоже вопрос немаловажный. А также в конце книги есть хорошая вещь. Полезные приложения. Там дается список полезных книг о презентациях и не только. Уже пополняем себе списочек по теме. Он рекомендует также разные тренинги по развитию навыков презентации, если кому-то необходимо. Так, исходя из личного опыта. Есть фотосайты. Для изображений, для презентации он тоже, опять же, делится своим опытом. Но ссылки нужно проверять, потому что не все, ну, понятно, время идет. Что-то перестает существовать, что-то переезжает по другому адресу. Поэтому не все, но есть очень много интересных вот таких ссылок. Еще важные три последних пункта, которые тоже в этой книге есть. Как составить план действий по подготовке к презентации. Прямо по ключевым моментам у него этот план вот такой расписан, он предложен. Контрольные вопросы для постановки цели презентации тоже такая шпаргалка и есть. И шаблон отчетов по проведенным презентациям. Если вдруг потребуется, а иногда это требуется, после каких-то мероприятий, дать отчет. Вот такой вот отчет по презентации, шаблон в этой книге присутствует. Так что берите на вооружение. Полезного очень много. Ну а теперь немножко поближе к нашей теме второй наш конкурсант. Эта книга уже немножко посерьезнее и совсем близко-близко к нашей научной и педагогической преподавательской деятельности. Левкин, Валикжанина. Деловые научные презентации, учебное пособие. Это действительно учебное пособие. Если первая книга все-таки читается более так просто, легко и, можно сказать, на одном дыхании, то здесь все более строго, более привычно нашему, может быть, глазу. Тема, вопросы, разбираем в конце тем или лекций контрольные вопросы, задания. Есть лабораторные работы и есть задания для самостоятельной работы. Чуть-чуть попозже я их вам на слайде тоже покажу. Примеры очень хорошо составлены. И здесь кратко излагаются основы создания деловых и научных презентаций и публичных выступлений с презентациями. Больше всего эта книга подойдет для бакалавров-магистров. Можно использовать преподавателями и учителями, педагогами также. И в качестве учебного пособия и для составления методичек, и для рекомендации студентам, потому что здесь очень хорошо прописаны разные методические рекомендации. Особенно посмотрите по части лабораторных работ. И если у вас есть такой предмет, как деловые научные презентации, техники публичного выступления, это вот прям учебное пособие в РПД, прям раздел основной литературы. Спокойно можно будет его добавлять. Или дополнительно. Здесь все хорошо, очень расписано. И основной акцент здесь делается на особенностях презентации для научной деятельности. В первую очередь подойдет, эта книга будет полезна для научных руководителей. Можно рекомендовать своим дипломникам, магистрам при составлении своих методических рекомендаций. И в свете этого интересен, обращаю ваше внимание, на вторую главу этой книги «Публичная защита и презентация научной работы», параграф 2.1. «Управление психическим состоянием на защите». На защите написать текст можно, слайды создать можно, но грош этому всему цена, если защищающийся не может внятно сопроводить изображение устной речью и озвучить свой текст. А это тоже элемент презентации, это тоже впечатление на аттестационную комиссию. И как, ну и публичных вступлений, да мы сами-то иногда боимся, да чего же там говорить про дипломников. Вот здесь очень хорошо эти моменты разбираются. И автор в книге рассказывает о трех важных аспектах презентации результатов научного труда и вот это умение управлять своим психическим состоянием, это один из этих аспектов. Второй – это умение правильно работать с возражениями, отвечать на замечания и критику. Как корректную, так и некорректную. Что делать в тех иных случаях. И умение обосновывать свои аргументы, основания своих интерпретаций, выводов. Вот это тоже является составной частью этой книги. А если поближе к нашим презентациям слайдовым, то здесь тоже много внимания уделяется структуре слайдов, структуре слайдовой презентации, но здесь она несколько иная. Речь идет более чем о 20 слайдах. Если в первой книге Дмитрий Лазарев сторонник теории 10 слайдов, то здесь немножко по-другому. И рассматриваются разные структуры как для деловых, так и для научных презентаций. Причем расписывается, сколько слайдов может быть, какое количество, на какие разделы отводить. То есть вот эти схемы приведены очень подробно. И автор вот эти схемы, структур таких презентаций в книге приводит. То есть можно выбирать. Но, кстати, теория 10 слайдов тоже имеет свой смысл. И у Дмитрия Лазарева ее тоже можно использовать для составления учебных презентаций. Да, ведь тема полтора часа. Понятно, что мы 10 слайдами вряд ли обойдемся, но мы же ее разбиваем на вопросы. У нас же тема-то идет не сплошняком, она как разбивается на кванты, на вопросы. В каждом вопросе могут быть подвопросы. И вот в эти мелкие части как раз они могут состоять из 10 слайдов. Так что теорию тоже можно применить. Вот можно соединить эти две книги и получить очень хорошую презентацию. Здесь же автор рассматривает принципы подачи материала. Они могут быть различные. И если у Лазарева это в основном через проблему, проблематизацию и предложение решения, то это только один принцип, структурный принцип проблемы решения. А есть еще хронология, есть еще приоритеты, есть еще тематическая последовательность. И вот это вот все здесь автор в этой книге рассматривает. Очень-очень интересно. Можно выбрать как раз ту структуру, которая соответствует, например, вашей презентации. Будь то для семинара или для подачи лекционного материала, сопровождения. И еще плюс. Здесь она уделяет очень хорошее внимание пристально эргономическим требованиям к презентациям. Цвет оформления объектов, фон, шрифты, компоновка. Или расположения объектов. Как расположить информацию на слайде, требования к содержанию текста, анимация, быть или не быть. И вот другие моменты, они в пособии тоже рассматриваются. И им уделяется внимание. И обращаю ваше внимание, очень интересная вещь для меня, например, по крайней мере точно. Было открытием. Третья глава. Она целиком посвящена инструментом создания презентации. Она состоит из трех параграфов. Первый по специализированному программному обеспечению дается обзор. Параграф 3.2 по инфографике. И третий параграф по ментальным картам. Вот обращаю ваше внимание, прям книга в доступе, поэтому прям найдите ее после вебинара, посмотрите, возьмите себе на заметку. Третья глава – это просто нечто. Конечно же, здесь рассматривается специализированное программное обеспечение, нам хорошо знакомое, такое, как наш любимый Powerpoint, Prezi, Powtoon, Knot. А вот слышали ли вы о таких программах, как Custom Show, который специализируется на создании деловых презентаций, Clear Slide, SlideShare, HakeyDesk, SlideDog, KnowledgeVision, GoAnimate, который содержит разные инструменты для создания анимированных слайдов. И, кстати, с помощью GoAnimate можно создавать собственные клипы без привлечения видеопродюсера. И еще целый список программ для скринкастов, слайд-шоу, мультимедийных презентаций. Вот это все есть в этом обзоре в третьей главе. Причем дается не просто перечисление этих программ, а каждый из них, кстати, заточен под свои условия. Одна хорошо подходит для создания презентаций для сектора B2B, а другая программа идеально подходит для создания образовательных или учебных презентаций. И вот каждой этой программе дается краткий обзор, такой аналитический обзор, сравнение, плюсы-минусы, достоинства и недостатки. Ну, естественно, по поводу платности-бесплатности надо смотреть, но, имея название программы, мы спокойно их в сети интернет сможем найти. То есть здесь очень много, на что можно обратить внимание. Ну и про инфографику. Что здесь интересного? Дается классификация видов инфографики по типу источника и приводится разный обзор тоже разных сервисов для создания инфографики, причем не только Canva и те, которые мы на вебинарах часто слышим, но еще и дополнительные. И оговариваются, для каких из этих видов инфографики какие инструменты лучше всего подходят. Ну, то есть очень интересный такой обзор. Ну, и ментальные карты тоже большой обзор инструментов и сервисов здесь есть. И в приложениях очень интересно, то, что я вам говорила, лабораторные работы по темам учебного пособия с описанием заданий, хода выполнения. Ну, вот примерно это выглядит вот так. То есть пошагово, инструкции, как, что делать в том, когда отрабатывается тот или иной сервис или инструмент, вот такие описания лабораторных работ, они даются. То есть у вас еще есть и практика. Если нужно будет где-то преподавать или кого-то обучать созданию презентации, можно воспользоваться. Вот у вас уже готовое пособие и есть. Да и самим научиться тоже здесь легко можно. И возвращаемся к Дмитрию Лазареву, третий претендент на звание сегодняшнего хита. Еще одна книга. Еще одна книга Дмитрия Лазарева. Презентацию лучше один раз увидеть. Если первая книга про 10 слайдов 2016 года, это 2014 года. 2014 тоже издательство Альпина Паблишер. А вот теперь я обращаю ваше внимание и немножко про ЭБС. Она находится в коллекции издательства Альпина Диджитал. Вот на оранжевой подложке то, что я вам говорила. Книга есть, но посмотреть мы ее сможем только в том случае, если у нас есть подписка на коллекцию издательства Альпина Диджитал. Если наша учебная организация эту подписку оформила, тогда эта книга может быть нам доступна. Если она в эту коллекцию, в эти книги она вошла. В противном случае, если у вас нет подписки на какую-то коллекцию, а книга находится там, вы можете посмотреть библиографическое описание. Сейчас вот. Оно нам доступно. Можно посмотреть аннотацию, можно посмотреть содержание, то есть понять, нужно нам или не нужно. Но перейти из содержания к просмотру отдельной главы, например, или прочитать книгу целиком у нас не получится. У нас нет вот этого раздела кнопочки читать онлайн. И у нас появляется вот такая надпись. Обратите внимание, если она у вас появилась, страшного в этом ничего нет, нужно просто обратиться в библиотеку организации. Сначала посмотрите аннотацию, содержание. И если вы считаете, что эта книга просто необходима, жизненно важна и нужна, тогда можно обратиться к библиотекарю, включить в заявку на подписки электронной библиотеки на следующий год, написать заявку, чтобы вам эту книгу подключили. издательские коллекции периодически пополняются, поэтому могут появляться книги, на которые мы не подписывались, но можно эту коллекцию расширить. Есть некоторые коллекции, на которые можно дописаться покнижно. То есть нужна нам одна книжка, мы на всю коллекцию можем не подписываться, а оформить подписку только на нее. Это уже вопрос скорее организационный, но я вам показываю все книги, которые здесь есть, вот с таким пояснением. Если у вас эта коллекция подключена, вы перейдете в раздел издательских коллекций и сможете эту книгу увидеть, она вам будет доступна, у вас вот такой страшной надписи не появится. Если она появляется, значит, у вас просто эту коллекцию нужно подключить. Эта книга показываю как пример одной из книг из издательской коллекции, но это скорее предшественник первой книги про 10 слайдов. Здесь она несколько отличается, во-первых, у нее немножко поменьше страниц, в первой книге было 295, здесь 125, где-то на 100 с лишним, почти в половину. но здесь четыре раздела вместо трех и некоторые моменты здесь представлены, рассмотрены более подробно. Например, в главе про подготовку презентации есть несколько глав, как работать с ментальными картами презентации, как создавать ментальную карту, структуру своей презентации, как начинать с карандашом в руках и только после этого переходить к слайдам, как проводить такой коллективный поиск идей и решений, то, что касается командной работы над презентацией и еще вот такие дополнения, которые в новую версию книги про 10 слайдов не вошли, они остались вот в этом варианте. Поэтому, если у вас есть доступ к коллекции издательства Alpine Digital в издательских коллекциях ЭБС университетской библиотеки онлайн, и эта книга у вас входит в подписку, можно посмотреть, сравнить. В противном случае можно обойтись вот той книгой, которая находится у нас в доступе 10 слайдами, но показываю, что такой вариант тоже у нас есть. Там тоже есть просто некоторые интересные нюансы. и книга для самых маленьких. Да, презентации для самых маленьких. Книга, которая находится в доступе на зеленой подложке, значит, мы ее можем из базовой коллекции по подписке открыть, посмотреть и прочитать. Это книга информационной, коммуникационной технологии в профессиональной деятельности педагога дошкольного образования. Коллеги, поставьте, пожалуйста, есть ли звук. Давайте огонечек нажмем, есть ли у нас звук. Потому что коллеги пишут, что звука нет. Ага, спасибо. Сейчас я тогда напишу. коллеги все равно не услышат, поэтому придется написать. Так вот, учебное пособие, структура та же самая, структура, как в учебном пособии, вопросы, есть контрольные вопросы после каждой темы. Это, да, ну, вот, Елена Михайловна, Елена Михайлюкова вот здесь, здесь, здесь только в записи тогда придется смотреть. И это учебное пособие посвящено вообще информационно-коммуникационным технологиям в дошкольном образовании, но есть раздел. Давайте я попробую вам эту книгу даже попробую ее вывести на экран, вам показать. так вот, вот она, вот эта книга, вот эта книга, и попробую вот так ее сейчас вывести. Так, коллеги, видно ли, видно ли, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, я сейчас попробую ее показать, вот кусочек книги, видно ли, воспроизводится ли у нас на экране. Есть, отлично, все, спасибо, потому что я не вижу, что происходит в чате, когда у меня открыто, открыт показ экрана. Вот эта книга, сейчас попробую найти, да, вот, вот то, что я вам хотела показать. И здесь один из разделов посвящен как раз вопросу создания мультимедийных презентаций, интерактивных презентаций. Очень много говорится об использовании компьютера и внимание уделяется здоровью сберегающим технологиям, эргономике. Вот все, что касается использования компьютерных технологий, информационно-коммуникационных технологий для дошкольного образования здесь есть. И в каждой, после каждой темы рассматривается по темам, это все-таки учебное пособие. В конце идут вопросы-задания, это можно смотреть, можно не смотреть. И самое главное, богатство после каждой темы дается в список основной дополнительной литературы по данной теме, что где смотреть, с указанием страниц, все как полагается, какие сборники, что полезного есть. И плюс еще полезные интернет-ресурсы, к которым также можно обращаться. И вот так идет после каждой темы. Сейчас попробую вам вернуться обратно и покажу содержание, что включается в это учебное пособие. идет по темам. Второй раздел ИКТ «Компетентность педагога дошкольного образования». Все про педагогов. И вот начинается третий интересный раздел «Практика ориентированная аспекта применения ИКТ в дошкольном образовании». Это вот чисто про дошколку. Тема 3.1 будет важна. Здоровье, сберегающие технологии при использовании ИКТ дошкольников. Разработки, методическое сопровождение, принципы выбора компьютерных программ. И дальше вот наша тема это 3.7 «Применение мультимедийных презентаций в дошкольном образовании». Страница 117. И вот прям отдельной темой здесь рассказывается как раз об особенностях мультимедийных презентаций. Так что если кто-то с дошколкой работает, с начальной школой, я думаю, тоже может быть полезно, вот рекомендую эту книгу. Посмотрите, интересно. первый раз столкнулся с обычной презентацией для взрослых, а вот здесь целое учебное пособие для детей дошкольного возраста. Поэтому вот на эту книгу тоже обратите, пожалуйста, внимание. И еще одна книга, которую хотелось бы вам показать, не могу я обойти своим вниманием, но основлюсь на ней чуть поподробнее. Саймон Мортон. Это книга лаборатория презентации формулы идеального выступления. Потрясающая вещь, простите, не могу удержаться от эмоций, но находится, она не в доступе по подписке, она находится в коллекции издательства Alpina Digital, поэтому если у вас есть подписка на коллекцию этого издательства, то она будет вам доступна, либо на нее можно будет подписаться уже дополнительно. Книга 16-го года, она написана очень интересно, очень вовлекающе, это, знаете, такой пример, есть вовлечение в обучение, а здесь вовлечение в чтение. Во-первых, сама личность Саймона Мортона. Ну, казалось бы, ничего сложного в том, чтобы создать презентацию хорошую, ничего нет, подобрать слайды поэстетичнее, по максимуму пауэрпойнт и подумать, как себя выгоднее преподнести. Но Саймон Мортон утверждает, что вот это все это не главное. Неважно, насколько красивыми, дзенскими будут ваши слайды, насколько выразительны, пластичны будут ваши жесты, насколько правильной будет интонация с правильно расставленными ударениями, повышением, понижением голоса, это все не важно. Неважно, какие сногсшибательные трюки вы применяете, если в итоге слушатели так и не поняли, а в чем была ключевая мысль, которую вы пытались донести. Вот значит, ваша презентация провалилась. То есть, такой подход, что форма не должна превалировать над содержанием. И даже если где-то вы сделаете корявенький слайд, или собьетесь, запнетесь, будете экать немножечко и мэкать, но будет самое главное, у вас будет увлеченность тем, о чем вы говорите, и вы сможете донести эту мысль, это будет простительно, это простят. и Саймон Мортон видимо знает о чем говорить, это вот совершенно другой подход к пониманию презентации как такого комплексного процесса, но Саймон Мортон знает о чем говорить, он является основателем и руководителем компании Aful Presentation, которая на протяжении десятилетия является одной из ведущих мировых компаний в области подготовки проведения презентации и у них есть своя методика разработанная, отлаженная, обкатанная, которая называется оптимизация презентации и в центре которой находятся взаимодействия не слайды, не техника, а взаимодействие со слушателями и качество восприятия ими информации и хотя в компании никогда в принципе они не делали такой большой секрет своих разработок но благодаря этой книге они смогли это все собрать эти методики в единую вот эту систему и представили ее в таком полном варианте все можно рассмотреть но это действительно лаборатория чего в книге точно нет здесь нет глав посвященных выработке социальных навыков хотя сам Саймон Мортон говорит что социальные навыки штука мощная но я не стал включать в книгу никакой магии связанной социальными навыками поскольку их развитие и совершенствование например ораторских умений дело сугубо индивидуальное вот так вот наши тренеры хорошо знают что личные сложности мешающие человеку провести презентацию азартно страстно и увлеченно зачастую не сводятся к позе интонациям и жестикуляции вот этого в книге точно нет в идеальном случае этот процесс выстраивается персонально для каждого докладчика и поэтому как говорит Саймон решил не впихивать в книгу главу главы об этом очень важном элементе успеха выступающего но это не самая хорошая затея потому что на эту тему уже много чего написано чего еще нет в этой книге шлифовки слайдов пауэрпойнт хотя автор сам признается в любви к пауэрпойнт что он ему нравится и к этому он будет возвращаться на протяжении всей книги но он считает что это отличный инструмент если его использовать своевременно и по назначению мы не будем обсуждать как как пошагово использовать программы работу с шаблонами создания анимации вставку видеофрагментов этого в книге тоже нет но это зато есть очень хорошо вот эти технические приемы рассмотрены на вебинарах Анастасии Пахаруковой кстати можно посмотреть на канале Директ Академии и будущие ее вебинары и предыдущие записи вот эти как раз вещи очень хорошо в нее разобраны а что же есть в этой книге мы непременно будем говорить о том как подбирать визуальные материалы для сопровождения вашей истории они должны хорошо встраиваться в поток презентации смотреться рядом с вами выступающим служить естественным продолжением вашего сообщения отражать манеру выступления и помогать вам донести свое сообщение а также здесь еще дается ряд развенчания разных мифов что например что powerpoint это зло что презентация это и есть слайды которые мы иногда по почте пересылаем друг другу вот это и есть презентация ничего подобного это не презентация что правило 10-20-30 10 слайдов на 20 минут и 30 размером шрифта это тоже миф и Сэмон показывает совершенно другие способы и другие структуры и другие правила и здесь речь идет скорее о восприятии информации как подготовить вот эту самую информацию как донести ее до слушателей но без технических углублений сейчас я вам покажу эту книгу хотя сама по себе книга представляет огромный интерес это действительно вовлечение в чтение вы знаете вот есть урок урок как лабиринт урок как веб-квест занятие как чашечка кофе а вот здесь книга как лаборатория алхимика как такая алхимическая или химическая лаборатория посмотрите как здорово она просто оформлена просто оригинально здесь нет глав здесь есть элементы вместо глав элементы и вот содержание глав содержание содержание элементов вот оно представлено в виде такой периодической системы содержимое Это содержание. То есть уже такой творческий подход книги. Начинается книга с входа в лабораторию презентации. И вот вся книга, она построена по такому принципу путешествия по лаборатории. Очень красочно, очень здорово оформлена, написана простым, понятным языком, очень интересным и содержит очень ценные вещи в ней есть. Вот, например, такой раздел, не показываю полностью, просто маленький-маленький кусочек из этой книги. Есть такой небольшой раздел, что делать в экстренных случаях, когда до презентации осталось 4 часа, 24 часа, неделя, как распределить свои усилия. Посмотрите, как это визуализировано здорово, да, как расставить приоритеты, на что обращать внимание, когда мы находимся в тех или иных ограничениях по времени. И, конечно, я все показывать не буду. Это можно, во-первых, найти будет в самой книге. Во-вторых, ну, чтобы не нарушать авторских прав, просто сам пример подачи текста, ее компоновки. Книга, на самом деле, очень здорово написана, иллюстрирована очень небольшими фрагментами, но все по делу. И вот эти вот советы, кстати, что делать в экстренных случаях, когда тебе говорят, слушай, через 4 часа мы забыли, у нас будет конференция, надо быстро выступить, давай. Да, вот как не впасть в панику, а предпринять действия, которые послужат хотя бы частично нашему успеху, ну, хотя бы не провалу. И вот здесь очень конкретно, прямо на каждый случай расписываются, даются советы, рекомендации, не советы, рекомендации. Сразу скажу, это отличается, подход Мортона от, например, подходов Лазарева, Валикжанина и других авторов. Сильно отличаются, но это свой взгляд, и здесь тоже очень много интересного и полезного есть. Сейчас попробую найти, да, вот она, вот эта книга у нас. Сейчас еще раз попробую через показ экрана вам ее показать в электронной библиотеке. Вот эта книга, она находится в коллекции Альпины Диджитал, в издательской коллекции. И вот здесь тоже, когда я захожу под логином, паролем, под своей учетной записью вузовской, он мне пишет вот такую, вот такую вещь. Книга недоступна, да, нужно, то есть мы подписаны на коллекцию, но конкретно на эту книгу у нас подписки нет. Потому что есть коллекции, в которых мы можем оформлять по книжную подписку. И там выбранные, я посмотрела, у нас в основном книги по теории управления, по финансам, по экономике, а вот эта вот она туда не попала. Ну и потом коллекции, они постоянно пополняются, поэтому новые книги могут не попасть в вашу подписку. Поэтому в этом случае нужно вот обращаться в библиотеку и к менеджерам ЭБС. Этот вопрос может быть разрешен. И вот содержание просто вам покажу. Видите, вот как? Да, вот оно. Вот оно, не главы, элементы. Но саму книгу я вам попробую... Попробую тоже показать. Вот она. Коллеги, вот сейчас мне, пожалуйста... Напишите, пожалуйста, видно ли, вот когда я вам сейчас книгу показываю, сейчас я ее открою, просто поставьте тоже плюсики в чат, пожалуйста, хорошо ли видно. Я просто переключаюсь на другой браузер и боюсь, чтобы вам было... Чтобы не пропало изображение. Вот она. Вот основные рабочие инструменты. Вот идет... Вот оно. Вдохновение как главный компонент. Ага, сейчас я ее попробую. Вот. Вот кусочек из этой книги. Вот так она написана, вот так она иллюстрирована. Хотя мне не очень вот это на синем фоне нравится, но полезных вещей здесь достаточно много. И все самое основное, все самое главное, здесь и инфографика применяется. И вот оно выделяется обычно шрифтом, ну, такими небольшими фрагментами, да, такая вот компоновка текста. Но читается на самом деле очень легко, просто и быстро. И очень много внимания здесь уделяется. Кстати, стори-теллингу. Рассказыванию историй, подготовке историй, как это сделать, как это написать, как подготовить. То есть очень-очень интересная книга. Поэтому, пожалуйста, вот смотрите. Есть возможность через подписку на коллекцию Альпины вот и к этой книге получить доступ тоже. Так, зеленый экран не видно. Ага, идет. Ага, понятно. Понятно, хорошо. Так, у кого-то не запустилось, не видно. Не переживаем, я вам эту книжку все равно, я ее вам покажу. Попробуем. Попробую немножко по-другому показать. Ну, по крайней мере, вот слайды у нас есть. Да, вот, вот примерно вот так. И просто обратите на нее внимание, эта книга действительно очень-очень интересная и полезная. Здесь очень много именно по части восприятия информации. Еще одна книга, которую не обойдем вниманием. Веб-технологии в профессиональной деятельности учителя. Автора Белоконова и Назарова. Значит, здесь книга посвящена более широким, рассмотрению более широких вопросов, веб-технологиям вообще. Но вопросы создания, разработки онлайн образовательных инструментов, необходимых в профессиональной деятельности современного учителя, здесь хорошо представлены, в том числе и по презентациям. Она находится в доступе, поэтому ее спокойно можно по подписке открыть, прочитать и посмотреть. Лекции. Здесь построено таким лекционным образом материал. Сначала идут лекции, они небольшие, а затем идут к ним лабораторные и самостоятельные задания. Две лекции я вам выделила прямо здесь. Компьютерные презентации – это то, что касается нашей темы. И обратите внимание, здесь очень хорошо разобраны облачные технологии, представлены облачные технологии, чем можно пользоваться. Сейчас я попробую вам еще раз показать уже эту книжку. Так, вот. Ага. Вот, вот, вот. Сейчас мы ее найдем. Вот. Коллеги, плюсик поставьте, видно ли книжку нам сейчас. Сейчас я ее вам открою. Вот, человечки, картинки появились ли у нас на экране. Отлично. Все поняла, в чем суть. Как показывать. И вот, смотрите, вот из этой книги у нас идет обзор применения облачных технологий в образовании. Здесь все очень коротко описывается. И самое интересное, вот этот вот обзор Google сервисов. Частью из них мы пользуемся, но для... Есть еще название сервисов, которыми, может быть, мы еще и не особо пользовались. Для меня, например, вот открытием стал Google Sky. Я не знала, что тут есть такой для астрономов, позволяющий исследовать астрономические объекты, такой сервис. И еще интересный сервис Zygot Body. Интерактивный атлас человеческого тела. Вот так вот он выглядит. Да, можно перейти. И есть Google Arts and Culture. Сервис знакомит со скульптурными объектами и искусством. И, ну, Google Earth – знакомая вещь. А еще есть Google Moon и Google Mars. Это вот тоже по астрономии, например. Ну, вот такие вот интересные сервисы здесь тоже можно найти. И это еще не все, что есть в этом учебном пособии. Сейчас это вот я вам просто самое интересное из него показала. А так вот его содержание. Рассматриваются различные вопросы. А, еще один момент. Обратите внимание, помимо компьютерных презентаций, здесь еще есть тема образовательного веб-квеста, геймификации, дью-теймента, электронных игровых тренажеров и интерактивных приложений. В общем, лекции с четвертой по восьмую очень хорошо посмотреть и с ними познакомиться. И еще посмотрите, каждой лекцией, каждой теме есть описание, с описанием хода выполнения, результатами и лабораторной, и самостоятельной работы. Создание и разработка образовательных интерактивных приложений, разработка в Learning Apps, в Online Test Pad, образовательные интерактивные приложения. Вот они, лабораторные работы, вот они здесь описаны, как это делается. И седьмая лабораторная работа. Создание образовательного веб-квеста тоже может быть очень интересно и полезно, помимо презентации. Ну и, конечно же, создание интерактивных презентаций. А как же тоже такая тема есть. То есть здесь есть и теория, и практика. Вот это может быть полезно. Не только для обучения студентов, но и для себя. Иногда мы ищем, а где же потренироваться. Вот здесь это есть. Вот такой вот у нас учебник. И еще одна книга, которую я вам в конце показываю, с которой мы показываемся. Цифровая трансформация аудио-визуальных архивов. Она немножко выбивается, может быть, из общего контекста, контекста, своим контентом. Она не про создание презентации, но это, кстати, новинка. Издательство Директ Медиа вышло буквально недавно. Была представлена нашим ответственным редактором, Анна Ивановой в ноябре, по-моему, то ли ноябрь, то ли декабрь, выпуск, обзор новинок издательства Директ Медиа, по-моему, в ноябре все-таки. Вот была представлена эта книга, она меня заинтересовала. Действительно, очень интересная. Посмотрела, полистала. Очень интересная вещь. В части, откуда брать аудио-видео материалы, можно ли брать, где их можно найти. Да, не все здесь бесплатно. Здесь не только бесплатные сервисы рассматриваются, здесь есть и ссылки на архивы, куда доступ только по разрешениям, согласованиям, либо по платный доступ, но есть много и бесплатных материалов, и оцифрованных архивов, аудио-видео, кино, где можно добыть нужную нам для презентации информацию. То есть если нас касается что-то документальных кадров, фотоснимков и прочего, вот это можно посмотреть в этой книге. Чем она интересна? Это монография. Конечно, часть ее занимает вопросы проблем цифровой трансформации аудиовизуальных архивов, переводу кинодокументов, фото и аудио в цифровой вид, создание ресурсов на основе копий и много-много других вопросов. Ну, если интересно, это действительно интересно, но если не нужно, можно и опустить. Но в основе монографии лежит информация авторская. Автор в течение последних 15 лет создавала базу данных, в которой собирала все доступные в мировой паутине информационные ресурсы, основанные на оцифрованных библиографических каталогах, научно-справочном аппарате, учетных документов музеев и электронных копиях объектов культурного и исторического наследия. И на февраль прошлого года в базе имелись записи более чем о 23 тысячах информационных ресурсов, где можно найти нужную нам информацию. И ежегодно эта база пополняется. И вот часть ее, как раз, вернее, даже основная часть, она вошла в эту монографию. И сюда включается информация только об информационных ресурсах, основанных на аудио-видеодокументации. Всего здесь около, по-моему, двух с половиной тысяч таких ресурсов, которые созданы в 68 странах, не только по России, естественно, и более чем, ну, почти 30 международными разными организациями. И вот в разрезе нашей темы нам может быть интересно глава 3, а может быть и глава... Глава 2 и глава 3. Сейчас я вам покажу еще и эту книгу. Так, вот она. Вот, вот эта книга. И содержание. Вот для нас может быть интересно. Глава 2. Фото документы в сети интернет. Здесь собраны тематические фотоагентства, фотоархивы газет и журналов, даются ссылки на эти издания. Кинодокументы в сети интернет. Вот глава 2 и 3 для нас будут очень-очень интересны. Здесь масса, просто масса информации, ссылок, которыми можно воспользоваться. Ну, а дальше мы уже смотрим, что-то выложено в открытый доступ в этих архивах. Ну, а что-то по разрешениям, по допускам. Что-то может быть и закрыто, и на платной основе. Но это уж как всегда, да. Но бесплатные тоже можно найти. Вот, смотрите, вот. Например, по фотоархивам Институт Гриффита в Оксфорде. И приводится... Преимущество еще этой монографии. Здесь приводятся адреса, ссылки, которыми можно воспользоваться. И сразу перейти на сайт издательства и сразу уже посмотреть, познакомиться с этими фотоархивами по зарубежным, по отечественным архивам. Вот здесь прям изобилие информации, слов нет. Просто можно брать и пользоваться. А теперь у меня пока у нас зеленый архив, зеленый архив, пока зеленый экран. У меня к вам такой еще вопрос. Коллеги, а кто знает, как воспользоваться... Вот я вам говорила, есть ссылки на страницы из книги. Наверняка у кого-то сейчас проскочило. Ну да, это как же, вручную все набивать, это же с ума сойти можно. Как из книги можно набивать вручную? Набрать адрес. Это же целая история. Вот в этом преимущество использования электронных библиотечных систем. Вы знаете, как прям из онлайн-чтения, из вот этой онлайн-читалки можно открыть приведенную в книге ссылку сразу в браузере. Ну, прям поставьте плюсик, кто знает, я этим пользовался. А кто не знает, ставьте минусик. Я вам сейчас покажу тогда эту штуку. Ага, показываю. Действует только... Маленький секрет, больше никому не говорите. Действует только в университетской библиотеке онлайн. По подписке. В других библиотеках, не знаю, электронных библиотечных системах, пока не смотрела. Показываю. Вот такая и есть хитрость. Вот смотрите. Сейчас мне... Поставьте просто буковку «В», если виден текст, потому что я вам покажу эту вещь, чтобы она у нас была. Действует не везде. Ага. Все, отлично. Возвращаемся. Вот смотрите. Когда вы читаете книгу, мы отсюда ничего скопировать не можем. Но это есть хитрость, но она работает не для всего, не для всех фрагментов. Да, правильно написали. Не всегда срабатывает, но надеемся, что сработает. Но срабатывает. Вот на адреса, например, злоупотреблять я вам не рекомендую, но адрес, например, можно вот так вот забрать. Подводим мышку наверх, нажимаем буковку «Т». У нас та же самая страница открывается в виде текста. И вот теперь мы можем, вот видите, гиперссылка стала активной, нам даже набирать ничего не надо. И вот я уже перехожу на сайт. и возвращаюсь обратно. Возвращаюсь к книге. Но я два раза нажала, меня немножко подвесло, поэтому у меня выбросило на первую страницу. Ну, вот таким образом можно переходить, например, делать гиперссылки активными, когда вы встречаете их в тексте. Вот, в тексте гиперссылка не активна. Я нажимаю на «Лучше работать с дубля», делать дубль страницы, дублировать. У нас открывается вторая вкладка, чтобы первую страницу не потерять. А то у нас, видите, как в первый раз получилось, да, мы ее потеряли. Сделать дубль страницы и дальше с ним уже работать, переходить в текст и переходить по гиперссылке. Вот мы нашли нужный нам фрагмент. Вот он есть на экране. Нажимаю «Т», буковку «Т». У меня открывается страница в виде текста. И вот ссылка может быть активной. Если она не активна, тогда мы ее просто копируем и вставляем в строку браузера. Вот попробуем вот это. Тогда делаем вот так. Иногда могут быть ссылки активные, иногда могут быть неактивные. Вот, пожалуйста, вот мы попали на нужную нам страницу. Тогда мы ее просто копируем и открываем в строке браузера. Вот такая вот есть фишка. Есть такая вот маленький нюанс, который нам позволяет ручками это все не набирать. Большие адреса. Ну и чтобы вернуться обратно к чтению, мы нажимаем по крестику только не вот здесь, а на самом поле странички. Вот у нас возвращается прежний вид. Вот такая и есть маленькая хитрость при работе с текстами в университетской библиотеке онлайн. Надеюсь, что может быть полезно, когда нужно скопировать какие-то адреса. В JPEG, в Google формате документа. Ну, можно так, кому как привычнее, я вам просто показываю такую, когда надо быстро что-то найти и совершить этот переход по гиперссылкам, можно не делать лишних скриншотов, JPEG-ов и потом просто вот так. Ну, тоже как вариант, можно и так. Ну вот, коллеги, и вот краткое содержание этой книги я вам здесь привожу вместе вот этих двух глав, вместе с указателями. Посмотрите, она должна быть, в принципе, в доступе. Еще несколько источников, которые я вам просто показываю, на которые в рейтинге участвовать не будут. Есть в доступе, на зеленой подложке, можно посмотреть. Книга интересная. Мультимедийные технологии, учебное пособие. В двух частях. Это уже второе издание. Часть первая – основы мультимедиа технологий. И часть вторая – виртуальная реальность создания мультимедиа продуктов и применения мультимедиа технологий в профессиональной деятельности. Обе они в доступе. Можно открыть, посмотреть, почитать. Здесь много чего написано. Здесь уже не столько про презентации, сколько более серьезные вещи. Например, во второй части рассматриваются особенности создания виртуальной реальности. Здесь уже очень-очень. Это вот, если прям вот слишком продвинутые в области мультимедиа технологий. Но на заметку взять стоит. Здесь много серьезных вещей рассматривается достаточно подробно. И еще два источника, которые есть. Вот они только по коллекциям. В доступе их нет. Но я их вам тоже привожу, если вдруг у вас будет эта коллекция. Или задумайтесь, чтобы эти книги посмотреть. Их можно тоже, да, по содержанию. Почитать полнотекстового доступа у нас к ним не будет. Но если посчитаете нужным, просто чтобы вы знали, какую коллекцию заказывать. Что нам нужно. Первая из коллекции издательства МИСИС деловая презентационная графика методические указания коллектива авторов. И обратите внимание, не просто коллекция издательства МИСИС, а раздел информационной технологии. Коллекция может быть как одна, так и разделена на подразделы. Например, в коллекциях издательства МИСИС, в Бауманке, там МГУ есть еще разделы, такие подколлекции. Например, информационные технологии, биология, естественные науки и еще что-то. Они разные. Поэтому надо смотреть еще, если несколько подколлекций, куда конкретно эта книга попадает, чтобы, во-первых, правильно ее найти, во-вторых, чтобы правильно заказать, если это необходимо. И вторая книга Муромцевой «Искусство презентации. Основные правила, практические рекомендации». Это уже коллекция издательства Флинта и раздел «Экономика менеджмент». Вот она находится там. Ну, здесь более свежий год – седьмой. Здесь 2009. Но тоже имеет смысл посмотреть. Может быть, что-то полезное для себя и найдем. Особенно, если эти коллекции у вас подключены. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Показала вам самые интересные семь книг из коллекции электронной библиотеки онлайн про коллекции. Сейчас я вам тоже одну вещь покажу. Очень быстро. А потом мы перейдем к нашему голосованию. Про коллекции я вам обещала. Ай-яй-яй. Забываю нажать экран. Вот. А сейчас я вам пару слов про коллекции как раз и скажу. Вот на примере даже нашей книги. Вот смотрите, где живут издательские коллекции. Когда мы заходим в университетскую библиотеку, мы начинаем искать, где вот здесь, да, в каталоге сразу. Раз. А есть еще вот такая вещь. Вот то, о чем мы говорили. Издательские коллекции. Вот когда мы переходим в этот раздел, вот они все здесь у нас высвечиваются. Вот они наши издательские. Смотрите, сколько их здесь. И вот она наша, например, коллекция Alpina Digital. Вот я ее открываю. Появляется галочка, да. Вот я смотрю. Здесь всего одна коллекция. Я ее смотрю. Вот они и все книги. Если они раскрашены цветным, цветные обложки, значит, у меня к ним есть доступ. Вроде бы у меня есть доступ ко всей коллекции. А как бы не так. Оказывается, не ко всей. Смотрите, какая есть вещь. Вот здесь нажимаем гаечку. По умолчанию стоит доступное. То есть, если вы заходите в раздел издательских коллекций и начинаете смотреть, у вас отразятся только те коллекции, наполненные, которым ваш вуз оформил подписку. Вот, например, коллекция Гриот. Сейчас посмотрю, есть у нас. А видите, написано 0. Раздел пуст. Это не значит, что там нет книг. Они там есть. Просто мы на нее не подписаны. Поэтому он вам будет по умолчанию показывать 0. Сразу можно определить, на какие коллекции вы подписаны, на какие нет. Даже самостоятельно. А я могу сделать вот так. В доступности нажать гаечку и в доступности выбрать не доступные, а все. И применить. Вот он сейчас долго будет мучительно думать. А вот теперь смотрите, какая появилась вещь. Видите, серые книжечки появились. Вот это те книги, которые есть в коллекции. Например, Альпины Диджитал, которые мы сейчас смотрим. Но которые не выбрали для подписки нашего вуза. Вот это подписано. Я могу ее открыть, прочитать онлайн. А вот эти могли добавиться в коллекцию позже. Все же изменяется, коллекции пополняются. А может быть, ее посчитали, что она не важна. А здесь смотрите, какие интересные книги есть. Первая же меня заинтересовала. Как управлять сотрудниками на удаленке, дистанционный менеджмент. Нам прям придется подавать заявку. 20-й год на минуточку. Придется подавать заявку, чтобы эту книгу нам добавили в подписку. И в некоторых коллекциях такая возможность есть. Можно добавлять подписку на отдельные книги, если вот такая вот история у нас нарисовалась. А есть коллекции, где можно подписываться только оптом, целиком на всю. Поэтому здесь вопрос финансовый. И надо просто уточнять, какие есть возможности со своим руководством и с менеджментом ЭБС. Но я вам говорю, что в некоторых коллекциях такие возможности есть. Поэтому заполняя заявку на книгообеспеченность и подключение книжных коллекций будут у вас спрашивать. Обращайте на это тоже внимание. Свои пожелания вы можете тоже формировать. Посмотреть предварительно, как посмотреть я вам показала. И вот книги, которые у нас на оранжевой подложке изначились только в коллекции Alpina Digital. И нет в доступе. Это значит, она живет здесь. И если вы на эту книгу подписаны, то она у вас будет вот такой вот цветной обложкой в этой коллекции выделяться. Если не подписаны, то она будет серенькой. И вы сразу можете понять, есть ли она у вас к ней доступ или нет. Ну вот такая вот небольшая хитрость. Ну а теперь, коллеги, последний завершающий завершающий этап нашего сегодняшнего путешествия по миру ЭБС. Еще раз напоминаю, книги, которые мы сегодня с вами более-менее подробно посмотрели, познакомились. Это Лазарев Валикжанина, еще один Лазарев, про дошкольников презентации, лаборатория презентации, веб-технологии для учителя-преподавателя. И сокровищница кино, фото, оцифрованных, аудио, оцифрованных документов. И также по списку, вот я их вам еще раз перечислила по автору и заглавию. Ну вот как запомнили, так и запомнили. Сейчас мы сделаем следующее. Я запущу опрос, и вам нужно будет ответить на один простой вопрос. Из этого списка выбрать ту книгу, которую вы обязательно прочитаете. Добудем коллекции, добудем, добудем, прочитаем, изучим то, что сильнее всего заинтересовало. Выбрать можно одну, поэтому можем сделать все, Надежда, не сомневаясь. Но мы выбираем лидеров. Можно выбрать одну. Я сейчас запущу опрос. Мы сначала отвечаем в опросе, а вот две остальные, еще две, можно дополнить. Тогда просто номерами напишите, пожалуйста, в чат. Договорились? Мы определим опросом нашего лидера. Итак, опрос запускаю. Он будет длиться недолго, где-то около минутки. Поэтому наша задача успеть. Все, пока не мешаю. На вопросы отвечаю. Спасибо. 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 У нас, кажется, уже определяется лидер. Сейчас я вам потом выведу результат. Неожиданный лидер. Неожиданные два лидера. Даже три. Ага, тройка уже формируется. Начинает формироваться тройка. Конечно, результат будет предварительный, потому что мы еще пишем, пишем в чат, и я это потом обязательно учту. При подсчете результатов коллеги, кто еще у нас не проголосовал, быстрее голосуем, мы завершаем уже наше голосование. Так, большинство предпочитало голосовать в чате, я поняла. Все, коллеги, последний голос, и я закрываю наш опрос и покажу, кто же, кто же у нас стал победителем нашего сегодняшнего, нашего сегодняшнего такого определения трех хитов. ой, и на последнем, на последнем успели все-таки поставить один плюсик. и так все голосование завершаем и со значительным отрывом, кто же, кто же у нас лидирует, кто же у нас стал победителем. А вот она результат нашего голосования. А мы два раза голосуем. Кто-то, Светлана, у нас хитрит, да, по два раза пытается голосовать. Победил у нас с отрывом книга деловой и научной презентации Уильи Кжаниной. Да, ну, все-таки ближе к нам. Да, что-то в этом было. На втором месте, второе место у нас разделили Саймон Мортон с лабораторией презентации и Белоконова веб-технологии в профессиональной деятельности учителя. И с отрывом у нас уходит следующий уже, да, ну, вот, можно сказать, первое, второе, третье место это Лев, Валик Жанина, Мортон и Белоконова. Да, я думаю, немножко у нас, у нас немножко перераспределятся данные, когда, еще посмотрю, что у нас в чате написали, я это тоже постараюсь учесть. Но вот пока не разобралась, как можно делать, чтобы несколько вариантов ответов выбирать, но это мы еще придумаем. Ну, первый опыт, большое спасибо коллеге, мы с вами, можно сказать, потестили. Да, Надежда, вот пока не считались, вручную, да, вручную посмотрю и сделаю. Ну, хотя бы предварительный вариант, мы вот посмотрели, что у нас на первом месте. Да, ну, в общем-то, несколько ожидаемый результат. все-таки больше, наверное, приближено, приближено к нам, к научным презентациям, к преподавательской, педагогической деятельности. Наверное, это было бы. Галина Шакова, ну, мы рады, что совпало с вашим выбором. Да, возможности есть у вебинарной комнаты, Светлана, совершенно верно. из чата еще посмотрю ответы и в нашей группе я тогда их вам размещу. В группе напоминаю, у нас, так, сейчас я нашу презентацию верну обратно. У нас есть группа библиографии для небиблиографов и подсчитав результаты, я к празднику, наши, к началам праздничных дней, наши результаты туда опубликую, кто же у нас по рейтингу все-таки вышел на первое место уже окончательно. По предварительным подсчетам все-таки Валикжанина. Ну что ж, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Огромное спасибо вам за участие в опросе, в тесте системы, что помогли это сделать, работает. Большое спасибо за то, что сегодня были с нами, за ваш интерес к книгам и к электронной библиотечной системе. На этом мы нашу встречу заканчиваем, но, Ирина Дмитриева, про вопросы не забываю, отвечаю на вопросы, и дальше потом я вам расскажу про организационные и методические вещи. Значит, по вопросам во вкладке «Вопросы». Есть ли печатные версии представленных книг? Да, конечно, есть. Во-первых, обязательно есть, так как это книги не в формате медиа, не аудиоиздания, а печатные издания. Поэтому печатные версии обязательно есть и приобрести их можно также в интернет-магазине. Есть возможность скачивать и PDF-версии, но, естественно, это уже платные услуги, но можно и так. И из АБС получить, например, печатную версию, скачать себе, распечатать и пользоваться так, либо приобретать в книжных магазинах. Печатные версии есть. «Как можно убрать книгу из избранного?» Светлана, хороший вопрос. Посмотрим. Я возьму его на заметку тогда или на следующем вебинаре, или просто сделаю вам отдельный скринкаст. Вы мне только на почту напишите, я адрес свой оставлю, чтобы мне можно было отдавать вам прямо по вкладку «Вопросы» и напишу свой адрес. Вы мне напишите, чтобы мне с вами обратную связь установить. Посмотрим. Я попробую вам сделать такую инструкцию, как убрать книгу из избранного и можно будет с этим разобраться. Как можно купить электронные версии книг, недоступных по подписке? Если что-то недоступно по подписке, во-первых, первый вариант это попробуйте решить вопрос, можно ли из этой коллекции докупить покнижно те книги, которые вам необходимы. Ну а может быть что-то лишнее, то, что не пользуется спросом, иногда же бывает, а коллекцию купили, а нам эта книга не нужна. С базовой частью не знаю, а вот с издательскими коллекциями можно подумать, заменить, например, одну книгу на другую. Сначала попробуйте через подписку на коллекции этот вопрос решить, а затем как можно купить электронные версии книг. Значит, смотрите, в самой книге, когда мы открываем карточку самой книги в электронной библиотеке, у вас есть такая еще кнопочка, можно оформить подписку или купить. Вот по ней попробуйте перейти, там будет объяснение. И через интернет-магазин можно оформить покупку этой книги. Поэтому вот два варианта, которые есть. Можно и так, и так. Ну, что, коллеги, вопросы никого не упустили, не забыли. Ирина Дмитриева, как все вопросы разобрали, ничего не упустили. На все ли мы ответили? На здоровье. Значит, на все. И еще раз напоминаю коллеги, что это был такой пробный вебинар по обзору литературы, по определенным тематикам. Если будет интерес к этой теме, мы будем пробовать еще проводить такие вебинары по книгам, путешествиям, по трем самым интересным, самым важным книгам, но захватывая, естественно, и еще несколько книг, которые тоже достойны нашего внимания. Ну, что ж, коллеги, на этом мы с вами завершаем нашу встречу. Всем счастливо, всем удачи. Встретимся, я с вами встречусь только после праздника в качестве ведущего, поэтому на всякий случай кого не увижу всех с наступающими праздниками, хорошего настроения, здоровья, берегите себя и до новых встреч на проекте Директ Академию.